Добрый день, дорогие друзья! 7 января православные всего мира отмечают Рождество – праздник в честь рождения Иисуса Христа. Этот праздник очень популярен и отмечается миллионами людей во всем мире. Именно 7 января принято считать днем рождения Спасителя, хотя точные даты его рождения никто не знает. Во многих странах, в том числе в Европе и США, Рождество отмечают 25 декабря по старому стилю. С этим праздником связано много традиций и обычаев. И даже если в семье не соблюдают все православные обряды с точностью, этот праздник так или иначе затрагивает жизнь многих людей. Рождество всегда приносит с собой светлое, доброе, радостное настроение. Вечер перед Рождеством всегда считался очень необычным. Его называют Сочельник. Во многих странах мира это даже более важный праздник, чем Новый год. В Сочельни все члены семьи собираются за одним столом для празднования Рождества. Женщины готовят угощение из 12 блюд. Самым важным угощением является кутья. Костное блюдо из лаковых зернышек с медом, орехом и изюмом. Сочельник начинается с появлением на небе первой звездочки. Увидев ее, люди обычно зажигают свечу и молятся. После молитвы уже можно приступать к вкусному семейному ужину. Кстати, именно красивой звездой украшают рождественскую ель. По традиции, после дружного семейного ужина, дети обычно собирались, наряжались на интересные костюмы и начинали калядовать. Калядки – это короткие стишки или песнопения про Рождество. Ряженные компанией детей и взрослых ходили по дворам, поздравляли с Рождеством, читали хозяевам калядки, желая добра и достатка. Взамен калядующие получают хозяев угощения, конфеты, печенье, бублики, другие вкусняшки. Можем прочитать об этом с вами в книге «Рождество Христово». Традиции празднования Рождества приходится заново созидать в каждой семье. Но это очень счастливое и благодарное занятие. Ничего невозможного нет и в том, чтобы славить Христа, поздравлять соседей, друзей. Это приносит огромную радость и самим Христославам, и тем, кого они нежданно поздравят. Калядованию надо подготовиться заранее. Во-первых, изготовить восьмиконечную звезду. Можно просто вырезать ее из плотного картона и обклеить цветной бумагой, украсить блестками. Звезда, с которой ходили вечером по улице, обычно подсвечивалась изнутри фонариков. Делали такие звезды с проволоки или рейчек, которые плотно обматывали разноцветными лентами или оклеивали цветной бумагой. Тот, кто несет звезду, звезда идет впереди. Первым здоровается с хозяевами, спрашивает разрешение калядовать, запивает каляду, которую подхватывают другие. Очень хорошо, если рядом со звездарем будет и звонарь, который звенит в колокольчик, оповещая, что приближаются калядовщики. Если найдется несколько колокольчиков, то и звонарей может быть несколько. А кто-то еще должен нести мешок для гостинцев, которым калядовщики наградят те, кого они поздравят. Мешок хорошо сделать из яркой плотной ткани и хоть немного украсить, например, аппликации из ткани, цветной бумаги или фольги, солнце, месяц, звезды, снежинки. Если вы не поете, не беда, можно хором скандировать самые простые калядки из этой книги. Пусть малыш прочитает хотя бы крошечные двустишья. Это будет для него большим достижением, а для всех слушателей – огромной радостью. В Рождество принято поздравлять друг друга с праздником. Раньше это делали с помощью открыток. Статья в журнале «Миша. Как появились рождественские открытки» рассказывает, что обычаю отправлять поздравительные открытки всего полтора века. Считается, что первым такую открытку послал Генри Коль, директор одного из лондонских музеев. Обычно он поздравлял своих друзей коротенькими письмами. Однако в 1843 году ему вдруг захотелось сделать им сюрприз. И господин Коль пригласил знакомого художника Джона Хорсли, чтобы тот нарисовал для каждого из его друзей небольшую яркую картинку. Коль не думал, что вскоре подобные картинки будут печататься огромными, иногда даже миллионными тиражами. Однако идея поздравлять друзей и родных с праздником яркими открытками неожиданно пришла с жителем Великобритании, а вскоре и других европейских стран по душе. На самых первых рождественских открытках изображали либо младенца Иисуса Христа в яслях, либо летящего ангела со звездой в руке. Со временем в России появились изображения Деда Мороза в европейских странах Санта-Клауса. А потом и просто забавные новогодние рисунки. А вот надпись на открытках за полтора ста лет нисколько не изменилась. Мы по-прежнему пишем «Счастливого Рождества» или «С Новым Годом». Правда, в последние годы серьезную конкуренцию рождественским открыткам составил интернет. Многие люди теперь посылают друг другу поздравления с праздниками по электронной почте, а забавные картинки находят там же, в интернете. Много замечательных литературных произведений русских писателей посвящено волшебному празднику Рождества. Сегодня я хочу прочитать вам небольшой рассказ Ольги Ригиной «Рождественский сон». Как хорошо, думала Катеринка, засыпая, завтра Рождество, не нужно идти в школу, делать уроки, и утром до самой церкви можно спокойно играть с новыми игрушками, которые я найду под веселой елкой. Только вот и мне надо положить туда мой сюрприз – подарки для папы и мамы. А для этого надо будет проснуться пораньше. И топнув шесть раз ногой, чтобы не проспать шести часов, Катеринка свернулась калачиком и тут же заснула глубоким счастливым сном. Но скоро что-то разбудило ее. Она услышала со всех сторон неясные шорохи, вздохи, шаги и тихие разговоры. На каком же это языке говорят? – соображала она. Ни на что не похоже, но я все понимаю. Скорее, скорее, звезда уже светит. О, да ведь это говорят о рождественской звезде! – воскликнула она и широко открыла глаза. И что же? Комнаты больше не было. Девочка стояла под открытым небом. Вокруг колыхалась сухая трава, блестели камни, дышал тихий теплый ветер, и по чуть заметным тропинкам куда-то шли тысячи зверей. Шли и увлекали ее за собой. Где это я? – подумала Катеринка. И почему здесь только звери? Что я делаю среди них? Или я тоже зверь? Она поглядела на свои ноги в белых сапожках, на руки, на пеструю юбочку, и убедилась, что осталось все той же, что раньше. И те, так и те решила девочка. Но куда? Звезда, звезда! – пропела высокой цаплей, обгоняя ее. Катеринка подняла голову и увидела низкую блестящую звезду, но не остепляющую, а какую-то мягкую и добрую. «Рождество!» – вспомнила она. «И мы идем к яслям. Но почему я, а не Николай, Ирина, Сандрик? Они же все лучше меня! И уж, конечно, всех лучше крошка Майка!» «Лучше, лучше!» – прозвенел кто-то у ее уха. «Лучше, конечно!» – писнула мышь у ее ног. «Но мы все, все за тебя просили!» «Почему?» – спросила Катеринка. «Я же такая трусиха!» «Конечно, конечно!» – ответил третий голос. И Катеринка увидела светлые крылья рядом со своей головой. «Мой ангел!» – подумала она. «Только он со мной, да звери!» А вдали за деревьями уже мелькали огни Вифлеема, и мягко темнела пещера, на которую опускалась звезда. «Почему же я здесь?» – спросила Катеринка. «Звери просили за тебя», – сказал ангел. «Ты как-то спасла мышонка от кошки, а он укусил тебя. Ты вынула осу из воды, чтобы она не захлебнулась, и оса ужалил тебя. Звери не забыли своего греха перед тобой и захотели взять с собой в самую светлую ночь. Но гляди!» – Катеринка увидела спуск в пещеру, и в ней высокие ясли. Внезапно такой свет залил ее душу. Такая радость наполнила ее, что она уже ничего больше не спрашивала, а только низко-низко склонилась к ногам младенца среди ангелов, птиц и зверей. Поздравляю всех вас, друзья, с наступающим Рождеством! Счастья вам и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова